В Тверской области готовятся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На эти цели выделят дополнительные средства. Также в большем объеме профинансируют строительство школ и детских садов. Решения, озвученные на заседании регионального парламента. Что еще было в центре внимания народных избранников, узнала Ирина Синягина. Первые изменения в областном бюджете были рассмотрены на заседании 20 февраля. Значительная часть связана с подготовкой к 75-летию Победы. В частности, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на сумму 116 миллионов рублей для завершения работ по реконструкции автомобильной дороги Москва-Рига, Хорошего, в Ржевском районе. Но это не все направления, по которым выделено дополнительное финансирование. Дополнительно порядка 730 миллионов рублей выделено по бюджету 2020 года. Сейчас я могу назвать несколько объектов, потому что дополнительное финансирование получают наши стройки. То есть школы в Радужном, детские сады в городе Твери в частности. Это важно и для создания новых условий по развитию кластера Волжское море. Несколько объектов, относящихся к историко-культурному наследию. Сергей Голубев отметил, что дополнительное финансирование ожидается для города воинской славы Тверь и Ржев и городам воинской доблести Зубцову и Белому. Но, безусловно, имеет значение тот факт, что программа будет иметь продолжение. Ожидается новое поступление федеральных средств и остатков от неореализованных возможностей по 2020 году. В частности, в Дорожный фонд Тверской области. Также депутаты заслушали и приняли к сведению отчет начальника управления МВД России по Тверской области о деятельности полиции в 2019 году и отчет контрольно-счетной палаты. В прошлом году КСП выявило нарушение в размере свыше 4 миллиардов рублей. Устранено нарушение на 3 миллиарда 700 миллионов. В этом году главной задачей КСП останется контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета. Приоритет – контроль за использованием средств на реализацию региональных программ в рамках нацпроектов образования, экология, жилье и городская среда. Позволяет нам сделать выводы о узких местах и недостатках реализации государственных программ, о проблемах, связанных с реализацией национальных проектов, безусловно. Также на заседании депутаты областного парламента поддержали ряд проектов федеральных законов, среди которых законопроект об инициативном бюджетировании. В случае принятия этот закон расширит возможности хорошо зарекомендовавших себя программ поддержки местных инициатив и позволит гражданам самим решать, на что в первую очередь потратить средства местного бюджета.